Доброе утро, Бараль! Засранцы из черного рынка не подозревали, что вернувшись с острова живым, я до них доберусь. Так что пока Барон суматошно собирает кишки по лабораториям, за главных теперь я и мои ребята. Мне плевать на шепот его эксперименты, железяки и весь тот мусор, который так интересовал рынок. Наша задача вытащить из этого ада как можно больше людей. Барон сумел таки оставить после себя смердящую кучу запутанных схем эвакуации, так что повлиять на них мы сейчас не можем. Побороться за места вам все-таки придется, но мы можем дать вам всю необходимую информацию о том, как это сделать в числе первых топовых бойцов. Это путь гвардии Барона и ваш шанс на жизнь. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить тебе несколько вещей. Во-первых, в честь 30 тысяч подписчиков на канале и дня рождения Карфаген устраивает самое масштабное событие и розыгрыш в истории своего медиа. Призовой фонд превышает 200 миллионов игровых рублей, огромное количество именных, мастерских и ветеранских подарков, а также целых 50 призовых мест. Для участия необходимо быть подписанным на наш ютуб и телеграм-каналы и отправить письмо по внутриигровой почте на персонажа чемпион Карфагена с поздравлениями, пожеланиями или просто теплыми словами. Все письма прочтем вместе с командой и ответим на письма победителей и те, которые выберем как самые креативные. Они же получат специальные призы. Подробнее в телеграм-канале по ссылке в описании. А также, если у вас есть желание или возможность поддержать наш канал и медиа-контент, который мы делаем, сделать это вы можете подписавшись на наш Бусти. Там выходит уникальный контент, различные рубрики и самое главное, наш клуб миллионеров. Гайды по перекупству и сводки по рынку, которые позволят вам начать зарабатывать самые большие и легкие деньги в игре. Собрать себе сборки, одеть персонажа, помочь товарищам и ни в чем себе не отказывать. Да и заветный миллиард валюты на счету кому-то тоже греет душу. Перестань выфармливать копейки и терять все на выносах из-за ПК-шеров, пора зарабатывать реальные суммы. А если ты еще не играешь в Сталкрафт, то регистрируйся по моей ссылке в описании. Тогда на старте, после прохождения обучения, ты получишь начальный набор снаряжения и различные плюшки. А в будущем респект от фракции наемников. Все ссылки в описании. Итак, что нам поможет не просто выжить на барале, но и улететь в числе первых топеров сессии. Начнем с самых очевидных и перейдем к по-настоящему важным вещам, понимание которых будет выигрывать вам игры раз за разом. Первое. Команда и тактики – залог победы. Не обязательно бросать своих любимых друзей с руками из квадратной попы. Достаточно просто объяснить им базовую тактику 2 плюс 1, о которой далее и пойдет речь. Чтобы стрелять по боссу в голову, особого скилла не нужно. Не играйте соло рейтинг. Второе. Фишки. Они работают в обе стороны и поэтому просто экономят ваше время. Третье. Пользуйтесь правильно. Лучше играть по 5-6 игр в день на фулл фокусе, чем играть без фишек весь день, уставшим и оставаться на месте. Третье. Обязательно изучите интерактивную карту с расположением телепортов, боссов и ящиков третьего уровня. Покажите ее команде и объясните основные моменты. Кто первым берет масс шмот, тот доминирует всю игру. Ознакомиться с картой можете на сайте сталвики. Четвертое. Используйте крюк кошку правильно. По моим наблюдениям, многие просто цепляются за дальний участок земли. В разы эффективнее использовать деревья и углы зданий, выбирая правильную высоту. Ваше перемещение станет ощутимо быстрее, что приводит к правильной позиционке и таймингам на карте. А это особенно важно в играх на хай лигах. Пятое. При зачистке базы или босса, если вы не уверены в сыгранности и силе своей пачки, Используйте тактику 2 плюс 1. В самом начале один из вашей команды наносит немного урона или убивает одного зомби с базы. После чего идет шкериться по подъездам или где-нибудь еще. Пока двое успешно... Успешно. Эти двое такие успешные. Пока двое успешно дочищают. Далее вы лутаетесь все по той же схеме. Таким образом, в случае стычки вы почти гарантируете своей команде не только выживание, А значит не вылет из игры, но и очки за базы или боссов. Отсюда шестое. Положение в топе зависит от очков. И если вы видите, что какая-то пачка чистит босса или базы, Достаточно нанести урон или убить одного зомби. Так сказать, подсосать. И убежать дальше по своим делам. Когда они закончат, вам начислят очки. Седьмое. Выполнять задание эффективнее всего под конец матча, Так как за его выполнение дают плюс 25% к вашему текущему счету очков. С эвакуацией же наоборот. Советую вам использовать ее на третьей или четвертой минутах, Так как в последние две происходит полная анархия И может просто не остаться вертолетов. За успешную эвакуацию, к слову, вам накинут еще 50% к вашему текущему счету. Восьмое. Бараль это жестокое место, где законы чести и морали не действуют. Используйте максимальное преимущество в пвп. Не забывайте о гранатах, которые почему-то многие игнорируют. Знаете ли вы, сколько раз на эвакуации мы побеждали, Закидывая в вертолет гранаты, вместо того, чтобы рисковать и идти в прямую перестрелку. Также, если вы видите пачку, которая бежит чистить какую-либо активность, Лучше дождитесь, пока они начнут и зайдите в спину. Таким образом, они останутся между двух огней, скорее всего, уже потрепанные боем с зомби. Добить легче, чем встречаться лицом к лицу. Кстати, если вам удалось на первых порах убить хорошо одетого персонажа, Вы можете либо сесть на его трупе и загрызить еще раз, получив тысячу очков снова, Так как он, скорее всего, придет за своими вещами. Либо, если они вам не нужны, а вы, Д'Артаньян, и так не поступаете, Просто снимите и выкиньте его вещи подальше. Это снизит общую конкуренцию на острове и даст вам фору по очкам. Ууу, я уже предвкушаю, как в комментариях будет два типа людей. Первые, которые осуждают деда за то, что он обучает элитных крысюков выигрывать игры. И вторые, которые осуждают деда просто по факту того, что он обучает. Ведь они недостаточно сильны, чтобы вывозить здоровую конкуренцию с общим пулом знаний. Они хотят самоутверждаться за счет новичков. В бою все средства хороши. Я уже это говорил, но повторюсь, я ужасен. Я рассказываю фишки всем, чтобы вам было сложнее играть, и при этом играю сам. Разница между нами только одна. В отличии от всех этих комментаторов, я не раб системы рейтинга, И не схожу с ума в слезах, когда у меня на экране не сходятся пиксели. Поколение современных игроманов, с травмами и признаками лудомании, Нездоровой психикой, порожденной всякими рейтинговыми режимами доты, контры и прочего. Я знаю, вы не виноваты. Но я не такой, как вы уж извините. Игра это всего лишь игра. А все свои победы и достижения рекомендуют делать в реальной жизни. Да будет хейт. А мы продолжаем. Девятое. Айрдропы. Ровно на 10 минуте игры они появляются в воздухе, метрах в 30 над землей. А приземляются ровно в 9.30, и их можно залутать. Помимо очков вы получите лучший шмот в сессии. Места падения дропов также отмечены на интерактивной карте, поэтому рекомендую в 10 минут 30 секунд уже отправляться на ближайшие. Лучше лутать одному человеку, два тиммейта пусть займут крышей или возвышенностей. Не умирайте пачкой, лежа перед дропом, ругаясь и тягая друг у друга из рук свеженькую броню. Десятое. Будьте внимательны к аномальным модификаторам оружия. Иногда падает хороший ганг, и ты радостно его экипируешь, а потом стреляешь и... Что? Транквилизатор? Желчь? Минус 80% урона? В общем, изучите и будьте внимательнее. Одиннадцатое. Некоторые бегают полыгры без адекватных прицелов, они продаются в торгомате за несчастные 100 монет. Барска, Леопольд, Ихс 4 и Ихс 8. Покупайте, когда проходите мимо. То же самое и с пластинами под конец игры. Поверьте, фулл маст команда с пластинами это куда серьезнее, чем фулл маст команда без них. В режиме очень низкая привета и легкие убийства, потому что тут нет сборок. А значит здесь пластины в разы важнее, даже чем в опене или на КВ. Под конец двенадцатое. Банально, но черт возьми важно. Не бегайте с огромным шлейфом из зомби. Посреди всего острова сложно углядеть персонажа, однако очень легко углядеть огромную толпу, которая уверенно чешет в определенном направлении. Сразу видно не только где игрок, но и куда он направляется. А для снайперов на крышах, ммм, вы просто туртик на блюде, так бы вас и съели. Ну а на этом у нас сегодня все, спасибо за просмотр, надеюсь ролик был вам полезен. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а также для удобства по ссылкам в описании все наши соцсети, в которых мы общаемся с подписчиками и делимся новостями. С нами на стримах можно поиграть ивент, который к слову будут проходить на Твиче. Наконец и до нас дошла цивилизация. И еще раз всем спасибо за поддержку. Увидимся на просторах зоны бродяги. Субтитры сделал DimaTorzok